Всем добро пожаловать, с вами Терминатор, мы продолжаем проходить Ассасинскрит Одиссею. В прошлый раз мы выполнили дополнительные задания у... Вот этой вот женщины, которую зовут Ксанфа. И как бы я собирался идти выполнять... Сюжетное задание, где у нас идет битва при Пилосе. Но эта женщина сказала то, что мне надо еще выполнить дополнительные задания. Аж целых четыре задания. Ну и одно вот это дерьмовое, которое мы пока не трогаем. Давай погнали. Первое задание у нас чужая мать, чужая дочь. 240 метров, грубо говоря, нам надо преодолеть. Я думаю, мы не будем перемещаться, мы добежим. Тут особо недалеко. И вот мы уже добрались. Осталось только подняться наверх и... Все. И все. Мы будем у женщины, которая выдаст нам задание. Чужая мать, чужая дочь. О, герой Афразита, даруйте моей дочери послушание. О, ты почтил этот храм своим присутствием. У меня возникла маленькая трудность. Я не трудность. Я спартанка, которую ты держишь дома. В то время, как я могла бы путешествовать по миру. Моих братьев ты отпустила, а меня? Путешествовать? А, ты же тот самый хозяин орла. Надеюсь, эти рассказы правда. Я Зофера. Прошу, научи мою дочь вести себя, как подобает спартанке. Если вы обе согласны, я научу твою дочь быть настоящей спартанкой. Прежде всего, стать сильнее, конечно. Тогда в вашем доме будут покой и процветание. Мама, хозяин орла прав. Спартанка должна быть сильной. Зови меня Алексиос. Ну, раз хозяин орла так говорит, хорошо. Обучай ее, как сочтешь нужным. Начнем тренировку с бега. Не отставай. Но спартанцы не бегут. Только трусы. Почему я должна бегать? Сильные ноги помогают дальше метнуть копье. У тебя они сильные. Побежим по театру ко входу в Дромос. Кто проиграл, тот дохлая коза. У меня ноги сильные, потому что я, знаешь, только уже пробежал здесь. Пошла ты, овца. Я тебя здесь обгоню. Против кого она поперла? Еще никто от меня не убегал. Просто так. Я первый. Где она? Вон она бежит. Ни хрена я ее обогнал на сколько. Че ты прыгаешь? Ну, наконец-то. В другой раз обгоню. Теперь езда верхом. Но не как на Олимпийских играх. Будет по-другому. Лошади? Возиться с грязными животными? Я что, и лот? Это очень сильные животные. Ты не почувствуешь, пока не сядешь верхом. Хм, раз ты так говоришь? Ладно. Поскачем к мосту на юге Спарты. Ну, вперед! Она лошадь мою сперла. Она лошадь мою сперла. Я первый. Остаются в невежестве. Делясь знанием, мы сближаемся. Я не прочь сблизиться. Чему ты бы хотела обучиться теперь? В холмах к югу отсюда можно полюбоваться видом. Пойдешь туда со мной? Я уже любуюсь. Но пойдем. Скажи, птицы всегда следуют за тобой? Икар? Да. Он всегда за мной присматривает. Ты ревнуешь? Ха-ха-ха. Стой. Тебе че надо? Как ты идешь? Растынь. Я тоже. Да че вам надо? Спасите меня! Кого-нибудь! На помощь! Идиоты! Зевс наделил тебя особых сил? Ну знаешь, Ахилл неуязвим, а Геракл необычайно силен. Ах, если ты помнишь легендой, то должна знать, чем славится сам Зевс. Если твоя сила... Ты че им от меня надо, блин? Че, пойдем пешим теперь? Пошли! Не дают нам дойти с тобой нормально, да? То спартанцы атакуют, то валки позорные. Красиво, правда? Очень красиво. Я начинаю тебя понимать, Алексиос. Правда? И кто же я, по-твоему? Ты отвечаешь на вопросы так решительно и властно. Любишь командовать, да? Может, ты права. Но зачем ты привела меня сюда? Я подумала, что мы могли бы еще немного позаниматься, Алексиос. Если ты не устал. Что ж, начнем углубленную тренировку. Надеюсь, я был на высоте. 36 тысяч опыта мне дали. Значит, я был на высоте. Спасибо, Алексиос. Теперь я буду стараться. Старайся, старайся. Я утро подожду. Интересно, она сейчас уйдет или нет? О, она так валялась тут. До утра прям. Вот человеку реально заняться нечем. Итак, чистолюбие. Пропускаем пока. Беспощадная болезнь у нас миссия. Самая близкая к нам находится. Отправляемся на эту миссию. Ну что? Ты была довольна? Я был на высоте. Погнали. Там волков-то, наверное, нету, я думаю. Тупые волки вонючие. На лошади мы быстро преодолеем данную территорию. Это, видимо, амбар, да? Отлично. Усадьба в Амиклах. Исследована точка. Я думал, тут еще что-то можно будет найти. А тут надо было всего лишь уничтожить один амбар. Прикаляйте. Старуха. Магистрат Ксанфа сказала, у тебя что-то случилось. Не урожай. Как будто сама Эрида солила землю. Расскажи подробней. Мор. Мало что растет. А то, что взошло, поникло и пошло пятнами. Будь боги довольны, они бы такого не допустили. Это все безбожники и лоты. Ты ведь посланник Зевса. Просвети их. Я выясню, что случилось. Ох, хвала Зевсу. Мои лоты, тефты и марон. Они работают в поле, но не уважают богов. Научи их. Я не видел, чтобы болезнь поражала другие поля. В чем может быть разница? Почти вся пшеница высохла. Потом заболели животные. Персифона и ее мать очень недовольны нами. Марон говорит, что животных отравили, но врагов-то у меня нет. Почему ты винишь во всем элотов? Они что-то сделали с посевами и животными? Они не поклоняются богам. Я каждый вечер благодарю Деметру за ее помощь, но они лишь пожинают плоды ее трудов. Божественное вмешательство. А кто вершит наши судьбы? Тефта все твердит про землю. Думает, я ее истощила. Глупая женщина. Эти земли у моей семьи с незапамятных времен. Я поговорю с твоими элотами. Беспощадная болезнь. Наша новая миссия. 41 метр до цели или 52. Какую мы с вами выберем? Давайте вот эту. Она ближе. Приветствую. Говорят, в этом сезоне плохой урожай. Ланике хочет все больше и больше. Земле нужен отдых. Только поэтому урожай все хуже. Вовсе нет. Похоже, ты что-то знаешь. Живот болит. Трудно собраться с мыслями. Пожевать бы мяты. Где достать мяту? У хозяйки в доме есть сушеные травы. Объясни, почему у тебя нет мяты? Все снадобья у хозяйки. Я собираю и сушу травы, но мне нельзя ими лечиться. Я раздобуду мяту. Но это реально тупость. Почему илоты не могут лечиться? Они же работают на благо хозяйки, как бы получается. Делают всю грязную работу. Она им все запрещает. Тупое рабство. Мята. Отлично. Дальний участок поражен болезнью. Я видела такое лишь раз. Тогда у старого хозяина погибло все. И запах был ужасный. Дальний участок. Я проверю. Я проверю, потому что я проверятель. Опять область расследования? Как мне? Бесит вот это вот все. Когда надо расследовать всякие преступления. Что мне найти-то надо вообще? Удивительно, как на этом поле еще может что-то расти. Я, блин, не добежал, оказывается, просто. Земля покрыта пятнами. Это нехорошо. А что хорошо? На кефалинии обрабатывали кожи чем-то ужасно вонючим. Земле это не полезно. Похоже, только огонь поможет покончить с болезнью. А мне надо сделать стрелы, потому что у меня стрелы кончились. Что здесь такое? А, строко, наверное, да? А еще что-то есть? О, у меня уже два таких письма. Что мне надо разрушить-то вообще? Я в огне! Все в огне! Я в огне! Все в огне! А так вот здесь эта территория действует. Вот тут она еще работает, да? Редактор субтитров, да? Во-ых! Продолжение следует! Стражник сюда идет? Серьезно? Тебе что надо? Ты не ровнен, а... А что, он подыхать не собирается вообще? Твои силы на исходе! Тебе не победить! Серьезно? Что мне сжечь-то надо? Ой! Я уже вот наподжигал здесь! Откуда вообще поле идет? Может он что-то видит? Что еще сжечь-то надо? Я не знаю! Давай забор сожжем! Ой! Я нечаянно его сломал! Я не знаю, что это! Серьезная сломала! нет души нет нужно спить огонь поверить не могу что приходится здесь все убирать теперь понятно чего так злиться тефта тупая миссия ель нашел теперь надо поговорить с другим чуваком вместе твоя хозяйка говорит не урожай кара богов что думаешь ты случается всякое сухая земля насекомые жаль осел сдох от него для урожая пользы больше чем от нашей хозяйки да и чем от тебя как я могу облегчить твой труд моя мотыга никуда не годится то и дело приходится чинить вот будь у меня инструмент попрочнее ты же не прикован к этому полю почему бы не сходить за новой мотыгой тебя избивали так сильно чтобы ты оглох на одно ухо вот так я прошлый раз ходил на рынок без разрешения конечно я поищу мотыгу а нельзя было просто попросить разрешение исходить на рынок за мотыгой или просто у хозяйки попросите погорить вот у меня сломалась инструмент сломался что мне делать держи копать будет проще что же тебе можно верить слушай вода в последнее время на вкус как ржавчина последний раз я пил такую из реки возле кузнецы спасибо а опять искать подсказки надо как же меня достает это уже а кто-то сдох избит до смерти ужасная смерть да будет спокойным твой путь через тикс обломки могли запутаться в сети может тот человек был рыбаком рыбаком или гомяком какая разница не похоже на ножевые раны металлические доспехи попав в воду могли испортить ее вкус а как вот я например узнал что в реке трупы надо сюда все по выкидывать и чего вот типа я сейчас трупы уберу и река сразу очистится тупой медведь наверно он всех поубивал и еще один остался шкур я возьму наверное 44 мягкая кожа представляете с медведя этот запах будет со мной всегда ну хоть вода в реке чистая ну да за секунду прямо очистилась что нам теперь надо поговорить с ланике погнали вот она сама как бы своих илотов не бережет не помогает им не лекарствами не инструментами еще хочет требовать чтобы все росло сама ни хера не знает тупая алкашка больные растения я сжег вода в реке очистилась думаю на этом все о тебя прислали боги в чем причина напасти ты постоянно смотрела на небо и забыла о том что перед тобой боги не виноваты в том что случилось с рекой и полями виновата ты что как ты смеешь к санфа сказала тебя прислал депс но ты такой же безбожник как мои илоты проваливай яд сгубивший поля ничто по сравнению с ядом в твоем сердце я атеист поняла тварина тупая овца беспощадная болезнь миссия выполнена но я думаю мы следующие задания выполним в следующий раз и по пути еще посетим точки с вами был терминатор топ геймер мира подписывайтесь на канал всем счастливого пути беспощадная болезнь был uppack и он